МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этот раз – светскую. Преобразить религиозное строение в стильное жилище решился дизайнер-график Тас Кориага. Дизайнер-самоучка подыскивал старый фермерский дом или небольшой замок, чтобы превратить их в уютное творческое жилище. Во время поисков Тас наткнулся на объявление о продаже участка со старой церковью. Епископ решил избавиться от здания, так как его снос обошелся бы слишком дорого. Когда новый обладатель храма вошел в свое пристанище, оказалось, что помещения буквально завалены мусором. Чтобы привести церковь в порядок, дизайнеру понадобилось несколько лет. Для реставрации здания были наняты специалисты, но весь интерьер Тас Кориага придумал и спроектировал сам. Спустя несколько лет работы были завершены. Старая церковь превратилась в большой и комфортный жилой дом. Не обошлось и без казусов. Кухню расположили на месте бывшего алтаря, а комната для гостей заменила прежнюю колокольню. Сегодня это не просто уютное гнездышко дизайнера. Иногда он сдает свои апартаменты для проведения фотосессий. А в будущем планирует проводить здесь гастрономические дегустации. Что можно сделать из старых пластиковых бутылок, автомобильных колпаков и использованных тубусов? Художница Нина Никифорова создает из мусора настоящие произведения искусства, призывая людей к осознанному потреблению. Мастерица из Геленджика вот уже 14 лет старается пропагандировать защиту окружающей среды особым способом – через красоту. Нина и ее муж Владимир используют для своих работ твердые бытовые отходы и вещи, бывшие в употреблении. Из вчерашнего хлама у чты художников получаются удивительные и по-настоящему креативные вещи. Больше тысячи произведений нашли пристанище в галерее «Белая лошадь», которую супруги Никифоровы открыли в 2006 году. Одна из самых интересных работ – забор, окружающий галерею из 65 тысяч пластиковых бутылок, которые художники собственноручно собрали на побережье Черного моря. Это принципиально. Вот у нас тут рядом берег моря. И мы собирали это несколько лет, и это не было специально, вот ищу, чтобы забор построить. Просто попутно вот мы несколько лет, и мы сделали забор, которым гордимся, которым показываем пример, как можно использовать. Я уверена, что люди следуют нашему примеру. Хоть, может, не все заходят к нам в галерею, но вот забор, он наглядно демонстрирует, как можно использовать вот этот пластик, не захламляя, не повреждая природу. Сегодня в «Белой лошади» три выставочных пространства – под открытым небом, в летнем павильоне и внутреннем зале. Все они украшены поразительными плодами воображения художницы – от скульптур в человеческий рост до панно из самых неожиданных материалов. Своему ремеслу Нина Никифорова нигде не училась. Много лет она работала врачом, но после того, как попала в ДТП, решила посвятить себя творчеству. Я считаю, что моя миссия – преобразовывать этот хлам в красоту, тем самым гармонизировать пространство и вещать, и показывать людям, что землю надо беречь. И вот один из примеров, как это можно делать – это превращать его в искусство. Около ста собак эвакуировали из пяти приютов и центров спасения Луизианы в Сан-Диего, прежде чем ураган «Дельта» обрушился на побережье штата. Совместными усилиями нескольких местных организаций четвероногие будут в безопасности до тех пор, пока не обретут свой новый постоянный дом. Это две из девяносто собак, которых мы привезли сегодня. Все они из Луизианы, из пяти разных приютов и центров спасения. И всех их передадут на содержание в семье Сан-Диего. Мы очень этому рады. Планируется, что перед тем, как переехать на проживание в новую семью, питомцы пройдут плановую оценку состояния здоровья и поведения. Мы здесь, в Гиллиспи-Филд, уже второй раз за две недели, чтобы забрать целый самолет собак, которых сейчас эвакуируют из-за урагана «Дельта», который обрушится на штат на этой неделе. Через две недели к нам прилетает еще один самолет с собаками и кошками, которых мы получили после урагана «Лаура». Таким образом, есть определенные части Луизианы, которые действительно сильно пострадали в результате урагана. Ураган «Дельта», который приблизился к побережью США, в Мексиканском заливе, как шторм второй категории, ослабел до первой. И в пятницу вечером достиг берега близ Креола, штата Луизиана. Пострадали не только люди, но и их питомцы. Многих животных доставили в приюты. «Мы так рады, что можем найти безопасный приют для этих ребят. Для собак это стресс. Они не привыкли к аэропортам и взлетно-посадочным полосам. В любом случае, все они милые, и все эти животные должны быть свободны и найти семью». Пса Притиньо несколько лет назад приютил бразильский дворник Ассинир Гуай де Оливейро. С тех пор они неразлучны и даже на работу ходят вместе. Познакомились Притиньо и Оливейро во время Олимпийских игр, которые проходили в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда мужчина буквально спас живущего на улице в одиночестве щенка. «Во время проведения Олимпийских игр в городе улицы были очень грязными. Когда я убирал улицы в Магеллан, Бастас и Деодора, рядом с заправкой я увидел маленькую собаку, которая выглядела очень слабой». Останься щенок на улице, он вряд ли бы выжил из-за серьёзных травм и общей слабости. Сначала Оливейро не был уверен, что возьмёт собаку, но судьба не оставила ему шанса. «У него была травмирована спина, и он был болен и так слаб. Люди на заправке сказали, что собака пошла за мной, а я сказал, что если пёс всё ещё будет здесь, когда я уйду с работы, то я заберу его. Вот так всё и произошло». Оливейро работает в клининговой компании «Кламбор», ежедневно убирая улицы Рио-де-Жанейро. Притёне каждый раз оставляет хозяину компанию, хвостиком следуя за ним. Четвероногий, даже как и остальные работники, обзавёлся специальной униформой. А на сегодня это всё. Смотрите подборку добрых и милых сюжетов по будням, сразу после вечернего выпуска СЕВН Форумбюро и в течение всего дня. Всего доброго, будьте здоровы и побольше улыбайтесь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова